На нашу научно-практическую конференцию приглашены представители области полкома Морозов Дмитрий Николаевич, комитет по экономике области полкома, Молчанов Игорь Петрович, замначальника управления спорта, Миккевич Евгений Геннадьевич, замначальника управления информацией, Меркулов Игорь Леонидович, управления здравоохранениями, Машуков, Адрианов Иван Иванович, начальник отдела комитета природных ресурсов окружающей среды, приглашены специалисты области здравоохранения, приглашены специалисты инженерной академии, научные организации, общественные организации, представители наших предприятий, управлений. У вас во всех есть, наверное, повестка дня. Мы работаем в пленарном режиме, то есть до 15, до 13 мы работаем в режиме круглого стола, с участием научных медицинских работников, спортсменов, государственных служащих, специалистов сельского хозяйства, промышленных предприятий, ступик питания, технологии защиты окружающей среды. Сейчас у нас будет обед, это будет для всех, здесь будет обед. Два часа мы встречаемся в этой же аудитории и продолжаем работу по теме. Значит, антикурительная тема. Продукция в кондитерском производстве, разработанная Белорусским институтом санитарной гигиены и эпидемиологии представителей, и представленной профессором Талапиным Виталием Ивановичем. И в связи с тем, что они отсутствуют, они на Спартаке, ну, наверное, потом они приедут к нам в рабочем режиме. И Николаевич, и на этом наше, как говорится, пленарное заседание будет закончено. Сегодняшнего первого дня и завтра в 9 часов вы все собираетесь здесь, и будут вам представлены автобусы, и все мы уедем в Светлогорск. В Светлогорске будет посещение совхоза Осташковичей. В этом совхозе будет представлен проект Белорусского центра народной медицины, восточноевропейская программа, форума СЮД, объединение шведских организаций, работающих с международными вопросами и вопросами развития. Знакомство с деятельностью крестьянской общественной организации из Германии по реабилитации наркоманов. Вы знаете, что в Светлогорске там много наркоманов. Презентация фонда Урантия-Ша, проект возрождения по созданию экологических поселений и зону свободно-экономического развития на селе. А вечером, естественно, вас ждет культурная программа. Вашему вниманию будет представлен концерт, подготовленный силами, силами, которые вы имеете в виду, размещение. Вы там переспите и утром, естественно, 17-го, ровно в 6 часов вы будете заниматься нетрадиционной медициной, то есть это купание в России, будете лечиться глиной, ну и так далее по программе. И вечером на этом же автобусе мы все вернемся, значит, наверное, там, да, в торе обладел устройство, ну и так далее. И потом, наверное, опять мы все соберемся и выработаем какой-то проект нашего решения, проект нашей конференции для того, чтобы мы могли представить, может быть, и президенту, и нашему правительству, что мы хотим видеть в нашем, на нашем селе, в наших отраслах, научно-практической конференции «История здоровья» Меркулову Игоря Леонидовича областного управления здравоохранения. На селе конференции разрешите вас поприветствовать от имени начальника управления здравоохранения, профессенко Николая Александровича. К сожалению, он не смог сегодня присутствовать, ему нужно было находиться в Минске. Решаются вопросы по бюджету на следующий год. Сегодня нас всех беспокоит основная проблема – это ухудшение, общее ухудшение качества нашей жизни, неотъемлемым атрибутом, которым является такая категория, как здоровье. Сегодня у нас стоят очень большие проблемы, в частности, перед медициной. Растет заболеваемость, увеличивается смертность, уменьшается рождаемость. Мы подводили итоги за 6 месяцев этого года, по сравнению с прошлым годом, в нашей области родилось на 435-шек меньше. То есть на лицо идет такой демократический спад. И сопродолжительность жизни между мужчинами и женщинами сегодня по области у нас составляет в среднем 11 лет. То есть у нас мужчины практически не доживают до 60 лет, а женщины в состоянии вот такой одинокой старости живут еще 10-11 лет. Это тоже очень большая проблема. Нужно отметить, конечно, и элементы вандализации нашей культуры, финансовые трудности здравоохранения, то есть несоответствие сегодня бюджетного финансирования, возможностям медицины. Нужно отметить еще такой немаловажный фактор, как низкий уровень в шкале жизненных ценностей здоровья, как категория в наших граждан. То есть если сегодня проводить какие-то статистические выкладки, и проводить анкетирование, то большая доля наших граждан все-таки здоровья ставит в шкале жизненных ценностей где-то на третье, на четвертое место. Это связано тоже сегодня вот с такой глобализацией во всем мире. Наряду со своими плюсами эта глобализация имеет свои минусы, потому что мы сегодня имеем уже такие, пышным цветом у нас цветут такие экзотические болезни, как СПИД, вот у нас уже встречаются какие-то тропические болезни завозные. Также, видимо, глобализация приносит какие-то проблемы и с питанием населению, потому что, наверное, сегодня можно уже говорить о какой-то интернациональной диете, потому что наши сегодня детишки уже, понимаете, с трудом воспринимают, ну, такие, как генетически у нас завоженные фрукты, как там яблоки, груши, да, сегодня воспринимают бананы, ананасы, апельсины, это все ведет к инертизации организма. Очень много продуктов пытаются к нам завозить с какими-то вредными веществами, с пестицидами и рациональном питании. Ну, а у истоков здоровья лежит, наверное, нужно решать в комплексе проблем, это медицинские проблемы, гигиенические. Ну, хотелось бы пожелать вам благотворной работы, ну, и если вот эта конференция трехдневная найдет эти истоки здоровья, то свою миссию, я думаю, конференция будет. Спасибо. Спасибо Игорю Леонидовичу за хорошие слова, наш адрес. Ну, а теперь, наверное, мы приступим к докладам. Слово предоставляется Лисовскому Олегу Владимировичу, кандидату медицинских наук, кафедры психиатрии Гомельского медицинского института. Мне доставляет большое удовольствие поблагодарить вас за приглашение участвовать в этой конференции, потому что тема этой конференции очень актуальна, и, наверное, эти истоки здоровья необходимо искать общими усилиями, как людей самых разных профессий. Потому что живем мы в окружающем мире физическом, дышим воздухом, желательно, чтобы он был не загрязненный, не загазованный, чистый. Пьем воду, которая не всегда бывает чистая, принимаем продукты, которые иногда заставляют желать лучшего. Но живем в жилищах, которые, наверное, не всегда соответствуют гигиеническим требованиям. Это можно было бы перечислить, эти факторы обитания, но это не моя задача. Я думаю, докладчики других докладов разберут и факторы питания, и другие вопросы. Я хочу остановиться, как врач-психиатр, медицинский психолог, на едной составляющей вот этого здоровья человека, то есть на психическом здоровье. Конечно, хорошо, что есть хорошая вода, например, есть хорошее питание, но психическое здоровье, конечно, во многом будет определять наше отношение к той же самой воде и к тому же самому питанию, и продлит, наверное, во многом наш век. Наверное, каждый из вас знает, что иногда слово, даже ненароком оброненное, может и убить, и травмировать, а иногда и воскресить человека. То есть вот эти моменты общения людей, воздействия друг на друга, они часто выпадают из сферы изучения, из сферы практического применения в нашей жизни, как в семье, как на работе, так и в общении с другими людьми, на производстве, на улице, в магазине, в поликлинике и так далее. Человек, как я уже сказал, живет в трех сферах. Физической, вот это то, что я говорил, питание, воздух и все прочее. Социально-психологической и внутри себя, внутренний мир. Вот это две последние сферы, социально-психологическая и внутренний мир, и есть сфера разработки, научных исследований, практического применения такой науки, как психогигиена. Науки о предупреждении заболеваний, о здоровом образе жизни. И эти вопросы психогигиенические, конечно, всегда недостаточно учитываются и не так известны широко населению. Дал бы я вам определение, и вот попрошу, чтобы вы немножечко вслушались. Определение здоровья, данные Всемирной организации здравоохранения. Потому что потом вы проанализируете и поймете, почему я так акцентирую на этом внимание. Но и состояние полного, физического, психического и социального благополучия. Для человека, так сказать, вот, всегда быть так. И физически, и психологически, и социально все хорошо. Наверное, это определение близко к идеалу. Какие-то моменты в жизни, наверное, у нас такие моменты бывают, периоды. Но для того, чтобы постоянно находиться в таком счастливом состоянии, это состояние счастья, я бы так простыми словами сказал. Конечно, наверное, не всегда. Но это идеал, к которому надо стремиться. Что бы надо стремиться быть полезным, как можно большему количеству людей. Если это невозможно, надо быть полезным своим близким. Если это невозможно, то надо быть полезным хотя бы самому себе. Гиенические мероприятия, они же, вы понимаете, каждый человек, что? Это во многом государственные мероприятия. Когда был социализм, и мы строили коммунизм, то государство брало определенную заботу о здоровье, в том числе психически наших важных. Это и отпуска, это и санаторий, это развитие физкультуры и спорта и так далее. Сейчас же, как вы видите, государство, другие, наверное, задачи, которые становятся неотъемными, актуальными, и на нас, наверное, мало уделяется внимания. Ну и вторая часть, которая зависит лично от нас. То есть мы должны сами, значит, лично, потом, если можно, так сказать, своей семье, а если это, так сказать, активная общественная деятельность, то и распространение этих знаний гигиенических, психологических в населении. Это длинный процесс. Это процесс воспитания человека. Это процесс повышения культуры населения. Это, если хотите, идеологическая работа. Но это на таком государственном уровне, на нашем личном, каждого человека уровне, это, наверное, способность правильно вести правильный, здоровый образ жизни. И вот в этом правильном, здоровом жизни, конечно, психологическая составляющая играет большую роль. И не определяется нашими потребностями. Это психолог Абрахам Маслоу создал так называемую пирамиду. И это часто используется в психологических исследованиях, источниках. Многим знакомо. Есть потребности, потребности, шкала потребностей, пирамиды. Есть базисные потребности. Потребность пищи, потребность в снег, потребность в здоровье и так далее. Следующая потребность повыше. Потребность безопасности. Следующая потребность привязанности и любви человека. Потребность в уважении, немаловажная потребность. Потребность самоактуализации, то есть выражения присущих личностеспособностей. То есть человек должен самоактуализироваться и показать, на что он способен. Попрессивание знать и понимать. Сюда же относятся присущие людям любопытство, тяготение к таинственному и неизвестному. То есть это будет наш интерес. Познание чего-то нового, то что нам еще неизвестно. Эстетические потребности. Если не удовлетворена потребность базисная в пище, в сне, в плохосостоянии, естественно не будут работать более высокие, например, эстетические потребности. Их реализация. Когда удовлетворены более низкие. Эти вопросы в сфере вот этих потребностей, в реализации потребностей самого себя, конечно, лежат в сфере психологии. И кто может, будем говорить так, помочь? Помочь, в первую очередь, конечно, надо рассчитывать на то, что могут психологи, образованные, сейчас, слава Богу, почти в каждом педуниверситете начинают готовить наряду с педагогами психологов, которые знают, как, например, начиная сходно воспитывать детей. О воспитании детей, о влиянии, например, отца, матери, их взаимоотношения, формировании личности, это можно говорить нескончаемо долго. И есть неправильные типы воспитания семейные, которые могут, так сказать, этого человека принести к тому же самым маргинальным формам поведения, пьянству, хулиганству и так далее. Как я вспоминаю тоже, в этом плане, отец для матери, это любить, для детей, это любить их мать. Вот если это есть, тогда дети на этом примере, они очень имитируют, смотрят, как это выглядит, и прекрасно, так сказать, эти отношения фиксируются. Масса исследований, когда отношение человека к труду определяет его производительность. Когда, есть тоже исследование, когда авторитарный тип правления, люди не раскрывают себя и выполняют только то, что надо. Если его грубо указывают на недостатки, то у человека не стимулируется производительность того самого, и она падает из исследований по самым различным профессиям. Критика, как говорят, нельзя критиковать человека, личность, это всегда обижает, даже если она справедливая. Критиковать можно дело, тогда человек не обижается. И это, если вот такой подход в этом плане, это тоже отдельная статья, которую можно говорить и говорить и говорить. Критика, который, как вы понимаете, достаточно актуален для нашей страны, для Великобритании, для СССР, для Великобритании, для сегодняшнего года. Это, значит, алкоголизация населения. Какое... Что такое алкоголизация? Мотив алкоголизации – громадное количество. Наши пьяные традиции, одно, которые нам не дают, так сказать, стать трезвыми или мало пьющими. Второе – это, в общем-то, социальное давление, значит, во многом часто случаи, вынуждает даже, да? И третье – это, ну и третье, может быть, и третье, и десятое, их таких тоже. И мотивы человека. Почему человек? Чаще всего он о том, что я не говорил, это не самоактуализировался, не реализовал себя. То есть его где-то, так сказать, не заметили, не поддержали и не направили его в русло его индивидуального развития. То есть вот эти вопросы психологические, психологи могут помочь, врачи-психотерапевты. И поэтому сейчас достаточно много центров, но надо тут быть очень осторожным, потому что часто эти центры, ну, больше несут такую рекламную деятельность. Не всегда те вопросы, которые рекламируются, реализуются в этих центрах. Поэтому пришло, как говорят сейчас, время профессионалов. Если человек хочет получить психологическую и психотерапевтическую помощь, то он, конечно, всегда может обратиться, но, наверное, с консультациями к кому обратиться для того, чтобы восстановить свою нервную систему. Современных людей не всегда были трудоголиков, но сейчас становят еще больше болезнен менеджеров. Когда человек за погоней, за результатом, за эффектом забывает, когда он спал, когда он ел, что он ел и так далее. Алкоголизируется, это тоже вызывает астенизацию. И в конце концов становится инвалидом, будем говорить прямо. То есть погоня за успехом, за благосостоянием часто оборачивается для него крахом. Ну, наверное, я как вступительная такая получила, что я оказался первым. Поэтому я с удовольствием послушаю всех остальных, но хочу вам сказать, что психическая сфера, психогигиена, вот эта экология психическая, занимает отнюдь не последнее место. Я, конечно, каждый кулик хвалит свое болото, поэтому я делаю акцент на этом. Но все же, значит, я думаю, что здесь непочатый край работы. Ну, и чтобы немножко так не быть уже совсем сухим, я хочу, я думаю, полезно будет еще одну цитату, такая длинноватая, но я думаю, она стоит того. Яна Москаменский, известный педагог. Называется «Правило жизни». Если что-нибудь нарушает мысль или совесть, то этому необходимо воспрепятствовать заранее, чтобы с этими вещами не иметь ничего общего. Нашу мысль может нарушить чрезмерное количество и несоразмерность работы. Кто углубится в нее, обязательно найдет эти тернии, которые иногда выглядят как розы. Следовательно, если хочешь иметь покой, избегай разбросанности и опрометчивости. Что приходится на твою долю, делай молча. Что приходится на долю других, оставь. И в своих собственных делах не будь чрезмерно заботливым, педантичным по отношению к любой мелочи. Чтобы быть более работоспособным, дай себе иногда отдых или измени вид работы. Там, где напряжение не чередуется с отдыхом, там нет выносливости. Натянутый лук лопнет, соблюдай правила умеренности во всем. Хочешь быть спокойным? Не рассеивайся многими вещами. Не занимайся ненужными делами. Не поддавайся гневу. Хочешь быть мудрым? Не желай всего, что увидишь. Не верь всему, что слышишь. Не говори всего, что знаешь. Не делай всего, что умеешь, а только то, что полезно. Вот на это я думаю. Вопросы, предложения? Можно вопрос? Да, пожалуйста. Очень приятный земляк. Вот в вашем докладе была упомянута проблема алкоголизации населения. Как один из выходов или путей их решения было предложено развитие центра психологической оказания населению помощи. Мне кажется, на мой взгляд, например, что проблема намного глобальнее. И решить только этим ее не удастся. Пока на уровне государства не будет... Все их решения будут...